Теплые осенние дни На прошедших выходных в американском бокс-офисе наблюдались сплошные аномалии, что, казалось бы, вполне свойственно Голливуду, любящему выкидывать все новые и новые финты. Но даже при такой закалке кинопрокату удалось вновь удивить зрителям. На этот раз не только количеством, но и качеством своих нескончаемых сюрпризов. Посмотрим на тройку фильмов-лидеров американского кинопроката. Третьим к финишу на всех скоростях пришел внедорожный экшен-боевик «Драйв». Этой лентой являются работы датского режиссера Николаса Виндинга-Рефна, взявшего в этом году в Каннах приз за лучшую режиссерскую работу. История, которую умело повествует режиссер, не сказать, чтобы ужасно новая, но подана поистине фантастически. Этот высокооктавный боевик представляет собой смесь высокого искусства, кровавых сцен и драмы. В водительском кресле актер Райан Гослин, который вполне лихо и убедительно крутит баранку, уходя от полиции после совершения преступления. Сцены погони по Лос-Анджелесу действительно захватывающие, особенно когда к ним присоединяется убойный саундтрек Клиффа Мартинеса, сочетающийся с безупречным звуковым дизайном. Местами даже возникает впечатление, будто перед нами жесткий боевик 80-х годов. На самом деле лента действительно необычная, ибо она выбрала в себя все самое лучшее кинематографа 21 века. Умело замешав стили, Вендин Креффен задействовал в своей ленте дизайн Стэнли Кубрика, причудливые оттенки фильмов Дэвида Линча и насилие Кроненберга, доказав, что его неоднозначное творчество заслуживает отдельного пристального внимания. Закинув в багажник 11 миллионов долларов, лента прикатила к третьему месту. С первого на второе место спала волна заражения. Режиссер ленты, мистер Стивен Содерберг, пожалуй, один из самых изящных визионеров в мире. Каждая его работа выполнена в безупречном, неповторимом стиле. Всю свою карьеру Содерберг ловко дрифтует между жанрами, умудряясь бросить якоря на всех берегах, будь то драма, комедия, экшен или теперь уже и триллер. В ходе одного из таких маневров режиссер заполучил самую престижную премию кинокадемии «Оскар» за свою ленту «Трафик», а его легендарные друзья Оушена стали одной из самых любимых франшиз во всем мире. После таких внушительных побед никто не усомнился в том, что его очередное творение наведет много приятного шума в кинетографических кругах. Своей новой байкой Содерберг дарит зрителю не только массу зрелища. Сюжет ленты закручен в тугой нерв, который не даст заскучать ни на секунду на протяжении всего фильма. Поверх этого густым слоем режиссер намазал захватывающий дух экшен и тягучий адреналин. Можете быть уверены, такое блюдо придется по вкусу каждому. Наряду со стимуляцией вкусовых рецепторов зрителя, лента бодро стимулирует и денежные потоки, направленные на отработку 60-миллионного бюджета. Вторые выходные принесли триллеру 14 миллионов долларов, подняв общую кассу до отметки 44 миллиона. Второе место. На первое место прямиком из 94-го года запрыгнул «Царь горы» – легендарная анимация «Король лев». Анимационная классика Диснея доказала свое превосходство и популярность, которая сопровождает эту ленту на протяжении уже 17 лет. Конвертировав ее в формат 3D, создатели перезапустили культовый мультфильм не одного поколения на большие экраны. И результат превзошел все ожидания. В итоге мультфильм 17-летней давности дал фору трём вполне ожидаемым премьерам у Кенбета. И если криминальный экшн-драйв сумел зацепиться за третье место, то две остальные ленты, триллер «Соломенные псы» и комедия «Я не знаю, как она это делает» вообще пролетели по полной программе, не удостоившись места в тройке лидеров. Более того, и в материальном плане мультик 94-го года разгромил в пух и прах последние голливудские новинки. Сборы трёх премьер вместе взятых даже не приблизились к сборам величавого короля льва. На прошедших выходных легендарный анимационный персонаж получил в бонус 29 миллионов долларов, что превысило премьерные сборы мульта в 94-м году и стартовую кассу iMax версии 2002 года. Тем самым лента довела свою общую кассу за все времена в прокате по Америке до 358 миллионов и перепрыгнула в американском чарте самых прибыльных фильмов за все времена с 25-го на 17-е место. В списке лидеров «За уикенд» Король Лев вполне заслуженно взял первое место. Геймеры всего мира разминаются в преддверии очередного матча FIFA 12, открывающего новый виртуальный сезон в мире знаменитого футбольного симулятора. В этой серии создатели залатали многие графические дыры, которыми грешили предыдущие части. Так каждый игрок на поле стал не просто проекцией, а полноправным участником действа. И теперь виртуальные спортсмены не смогут случайно проходить сквозь тела других игроков, что безусловно добавляет матчу реалистичности. Более того, введена новая система столкновений, которая обеспечит соблюдение реальных законов физики при любом взаимодействии игроков на поле. Таким образом вы ощутите все нюансы отбора мяча и силовой борьбы, так же, как и реальные футболисты. Более сложным стало и поведение футболистов. Они могут финтить и обходить противника на дриблинге. Благодаря грамотному тактическому взаимодействию и синхронности в новой части серии резко повысится эффективность командной обороны. Спортсмены будут принимать более осмысленные решения, в полной мере используя свои лучшие качества и мастерство товарищей по команде. В то же самое время они будут учитывать и изъяны в игре футболистов противника. Таким образом, атакующие действия строятся на командном взаимодействии, индивидуальном мастерстве нападающих и взломе обороны соперника в самых слабых местах. Решающий матч FIFA 12 состоится 27 сентября. Полистаем последнюю книгу одного из наиболее популярных и считаемых русских писателей конца 20-го, начала 21-го века. Сергей Довлатова. Еще в 1989 году он отобрал 15 своих лучших рассказов для юбилейного сборника. Через год писателю должно было исполниться 50 лет. Жизнь распорядилась иначе. Довлатов не дожил до этого момента и не увидел составленную им книгу, вышедшую из печати. Это издание приурочено к юбилею писателя, которому бы в этом году исполнилось 70 лет. Книга носит необычный характер. Кроме 15 произведений, которые наиболее точно отражают стиль писателя и подводят итог его замечательному творчеству, в нее вошли воспоминания современников, критические статьи, рецензии из американской прессы, фотографии и рисунки самого Довлатова. Впервые на русском языке. Роман «Лауреат Букеровской премии» 2010 года. «Вопрос Финклера» в авторстве известного писателя и колумниста Говарда Джейкобсона. Роман «Вопрос Финклера» — это история о мужской дружбе и трагических потерях, о чудодейственной силе заблуждения и сбывающемся через десятилетия предсказаний цыганки. Эта книга стала первой откровенной юмористической историей, получившей Букера за всю историю премии. Говард Джейкобсон является не только известным британским писателем, но и популярным телеведущим и лауреатом премии имени Вудхауса, присуждаемый за лучшее юмористическое произведение. Если пролистать календарь назад и проанализировать былые события, то можно подметить, что большинство самых значительных и сокровенных идей посетило мы гениальных людей именно в сентябре. Чем объясняется этот феномен, судить сложно, но в связи с этим необычным воздействием советуем побольше предаваться созерцанию и поискам ответов на вечные вопросы мироздания. Желаю вам приобщения к братству мудрых и посвященных, и вместе с тем, безусловно, хороших выходных. Мы увидимся ровно через неделю на канале RTVI. Будьте здоровы и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова